Вчера состоялся матч между яркими командами отечественного футбола. Чем же закончилась эта схватка и что интересного поведали нам фанаты и тренера, узнаем в следующем сюжете. Любители казахстанского футбола вчера имели отличную возможность увидеть матч седьмого тура казахстанской премьер-лиги между Алматинским Кайратом и Шемкенским Ордобасы. Противостояние этих двух команд всегда вызывало особый интерес у болельщиков. Наш Кайрат после первого гола также сел в оборону, но, к счастью, мы смогли забить второй. Думаю, после перерыва игра изменится и мы будем идти только вперед. После тех начальных игр, которые Кайрат нам показал, напугал нас, мы надеемся, что Кайрат обретет свою игру наконец-то. Эти два гола, надеемся, еще будет два гола. Самое наше главное желание, чтобы Кайрат играл красиво. Все ждут от этого, это народная команда, все ее любят, столько народу сегодня пришли. У нас отличное настроение, мы всегда поддержим нашу команду. Мы за то, чтобы она выигрывала. Ордобасы, только вперед, мы близки к победе. Уже на шестой минуте встречи Бауржан Исламхан в штрафной площади гостей отправил мяч в ворота Бигбаева. Быстрый гол сильно повлиял на игру. Алматинцы насели на ворота, а уже к концу первого тайма игра выровнялась, и Ордобасы начали перехватывать инициативу. На последних минутах Исаэль переиграл Бигбаева. Мяч закатывался в ворота, а там уже добил его гоу. При счете 2-0 команды ушли на перерыв. Ворота Баса! Ворота Баса! Ворота Баса! Это очень радует. Надо быстро забить этот матч. Сейчас у нас очень тяжелая ситуация. Сами знаете, что в 3-4 день у нас игры. Сами видели, что некоторые футболисты получили повреждения. Нам надо хорошие карты восстановиться. Во втором тайме ситуация не поменялась, и удача по-прежнему оставалась на стороне хозяев поля. На 70-й минуте Бигбаев сделал счет разгромным 3-0. Победу в этой встрече одержали алматинцы.